Вы находитесь под защитой. Здравствуйте. С восторгом предаюсь в руки родной милиции, надеюсь на нее и уповаю. Замечательные слова о милиции, которую теперь уже мы называем полицией, произнесенной героем Михаила Булгакова в его Иване Васильиче, хочу поставить в качестве эпиграфа к сегодняшнему выпуску «Мы и полиция. Наши права и обязанности». Когда на человека нападают, когда угоняют автомобиль, когда совершается квартирная кража или мошенничество, обман, то есть когда нас обижают, когда нарушают наши права. Как правило, первое, куда мы обращаемся за защитой и помощью, это полиция. Поэтому профессия полицейского достойна всякого уважения. А какие права обязанности у полиции, а какие у граждан при общении с полицейскими? Что нужно и важно знать и помнить обеим сторонам. Как всегда, обратимся к закону. Прежде всего, это закон Украины о национальной полиции Украины. Его первая статья гласит, что полиция – это орган исполнительной власти, который служит обществу путем охраны прав и свобод человека, противодействия преступности, поддержания публичной безопасности и порядка. Кто является полицейским? Полицейским является гражданин Украины, принявший присягу полицейского, служит в полиции и имеет звание. Подтверждение у полицейского должны быть удостоверение и жетон. Статья 17 закона. Каковы обязанности полицейского? Соблюдать законы, присягу, профессионально выполнять свои обязанности, уважать и не нарушать права и свободы человека, сохранять информацию с ограниченным доступом, который стало ему известно по работе, а также важная обязанность предоставлять неотложную помощь, в том числе домедицинскую и медицинскую пострадавшим от правонарушений, несчастных случаев, лицам, кто оказался в беспомощном положении, опасном для жизни и здоровья. На всей территории Украины любой полицейский, независимо от должности, местонахождения, времени суток, в случае обращения к нему с информацией, об угрожающем людям опасным событий, при непосредственном выявлении таких событий, обязан принять меры к спасению людей, предоставлением помощи и уведомить об этом ближайший орган полиции. То есть, попав в опасную ситуацию, мы вправе обратиться к любому полицейскому в любое время дня и ночи, даже если он не на службе, просить у него помощи, а он при этом обязан помочь. Вы находитесь под защитой. Закон есть и действует. Как должен вести себя полицейский, обращаясь к кому-либо, либо, если вы обратились к полицейскому? Закон гласит, что при обращении полицейский обязан первое – назвать свою фамилию, второе – назвать свою должность, третье – назвать свое звание, и четвертое – по требованию лица предъявить служебное удостоверение и дать возможность ознакомиться с ним, не выпуская удостоверения из рук. То есть, если вы подошли к полицейскому, он, не дожидаясь вашей просьбы и вопроса о том, с кем вы говорите, обязан сам представиться именно таким образом. Законодатель предусмотрел эту норму для того, чтобы человеку было удобно и понятно общаться с представителем власти, чтобы человек не стеснялся выспрашивать у полицейского его данные, а полицейский сам сначала отрекомендовался, а потом переходил к сути дела. В каких случаях полицейский может остановить автомобиль на дороге? Ответ найти просто – он в законе. Смотрим статью 35 закона Украины о национальной полиции. Согласно закону, полиция вправе осуществлять контроль за соблюдением правил дорожного движения его участниками, а также за правомерностью эксплуатации транспортных средств на дорогах и улице. Полицейский может остановить автомобиль, водитель, если водитель нарушил правила дорожного движения, если очевидны признаки технической неисправности автомобиля, то есть есть признаки, и они должны быть видны сразу, а не, например, отсутствие аптечки в машине, если у полицейского есть информация о причастности водителя, пассажира в машине к совершению или участию в ДТП, к совершению какого-либо правонарушения, уголовного или административного, если есть информация о том, что автомобиль имеет отношение какое-либо к ДТП или к уголовному административному нарушению, если данный автомобиль находится в розыске, если необходимо опросить водителя, пассажира в автомобиле об обстоятельствах ДТП или уголовного административного правонарушения, свидетелями, чего они являются или могли бы быть, то есть опросить как свидетелей, если нужна помощь, то есть необходимо привлечь водителя автомобиля к предоставлению помощи другим участникам дорожного движения или самому полицейскому, если нужно привлечь водителя как свидетеля во время оформления протокола об административном нарушении или материалов ДТП, если уполномоченный орган власти принял соответствующее решение об ограничении или запрете движения на дороге, если закрепленный на машине груз создает опасность для других, если на транспортном средстве нарушен порядок определения использования специальных световых или звуковых сигнальных приборов. Точка. Других оснований нет. Все другие основания остановки автомобиля полиции, например, проверка документов, являются незаконными. Остановив автомобиль, полицейский обязан проинформировать водителя о конкретной причине остановки авто с детальным описанием основания остановки, указанных в данной 35-й статье закона, которую мы только что озвучили. Вы находитесь под защитой. Полицейский просит предъявить документы. В каких случаях это правомерно? В каких случаях полиция может начать опрос или обыск гражданина или его машины? Каковы полномочия у работников патрульной службы? В каких случаях полиция может изъять автомобиль? Что нужно знать о составлении протокола об правонарушении? Каковы права человека, который привлекается к административной ответственности? И тому подобные вопросы в наших следующих выпусках. Профессия полицейского – важный и нелегкий труд, реально сопряженный с возможными увечьями и смертью, что, увы, нередко подтверждает жизнь, как и случай в Днепре с убийством двух молодых полицейских, парня и девушки во время задержания преступника. А тех, кто ежедневно на посту, кто защищает нас во время своей полицейской службы и сказал Гёте, «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой». Вы находитесь под защитой. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...